И в продолжении темы повышения туристической привлекательности полуострова, легальный шпионаж или добровольные агенты по улучшению сервиса. Симферопольский международный аэропорт имени Айвазовского определился с победителем программы «Тайный пассажир». Лучшим инкогнито стала пенсионерка из Санкт-Петербурга Нина Ян. Она написала и отправила 20 анкет с пожеланиями и предложениями. Симферополец Никита Гулай оказался в числе полезных клиентов. С 2018 года он активный участник акции «Тайный пассажир». Заполняет анкеты, шлет предложения и сообщает о проблемных моментах. Но тут же добавляет, не подарков ради, пользы для. Я особенно описываю не просто там, ну вот ставлю галочки, там все мне понравилось. Я описываю именно фото, видео, чтобы потом было интересно понять, что нужно усовершенствовать, чтобы аэропорт стал лучше и привлекал больше туристов. В прошлом году «Тайные пассажиры» направили 315 анкет. За активное участие в программе памятные подарки от аэропорта «Симферополь» получат 22 человека. Идею акции позаимствовали у маркетологов. Есть такое, как «Тайный покупатель». Вот, то есть это тоже такое достаточно популярное. Пользуются многие и магазины, да, и отели точно так же, чтобы проверить уровень качества, который они предлагают. А как пассажиры удовлетворены, либо нет. Улучшили навигацию и информирование в терминале, усовершенствовали приоритетную посадку вылетающих и повысили качество обслуживания пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Все это благодаря неравнодушным клиентам. Результатом работы программы «Тайный пассажир» стала вот эта стойка обратной связи. Здесь, на электронном планшете, можно заполнить анкету, где указать все свои жалобы и пожелания. А можно по старинке, в бумажном варианте. В скором времени здесь появится и телефон, который будет соединять напрямую клиента с колл-центром. По нему можно узнать, например, причину задержки рейса. Для всех и для каждого программа «Тайный пассажир» стартовала в 2017 году. Ее участником может стать любой вылетающий и прилетающий старше 18 лет. И что важно, не являющийся сотрудником аэропорта. Все недочеты и недостатки, которые указаны, с которыми мы соглашаемся, мы стараемся оперативно очень устранить. При этом сообщайте клиентам о том, что вот по их желанию там… Наши тайные пассажиры, они активные пассажиры, да, часто пользуются аэропортами, могут сами увидеть изменения, которые произошли. Критерии выбора победителя – полнота представленных в анкете сведений, наличие фото и видео, если речь идет о нарушениях, конструктивность предложений и пожеланий. А вот клиенты бизнес-класса пожелали иметь под рукой свежую прессу, причем в электронном виде. Теперь с помощью планшета можно ознакомиться со статьями коммерсанта «Вашингтон пост», «Нью-Йорк таймс» и при этом оставить тут же отзыв. Это на тот случай, если ваш телефон разрядился. Анкеты для тайных пассажиров составлялись на основе материалов для исследования качества обслуживания. Клиентам предлагается оценить оказанные услуги по шкале от 1 до 5 по 34 пунктам. Дать свою оценку работе аэропорта нужно в течение 14 дней после совершения перелета. Не забывают сотрудники аэропорта и о приятных мелочах. В День всех влюбленных каждому клиенту вместе с билетом положена Валентинка. С праздником вас! Спасибо! Спасибо! Взаимно! Практика мониторинга собственного уровня сервиса с помощью подобных программ активно используется и западными авиакомпаниями. Однако в России она стала особенно популярна в последние годы. Фамилии и имена победителей тайной программы стали новостью в первую очередь для сотрудников аэропорта. Ведь клиенты оформляют анкеты без уведомления персонала. С момента начала акции количество участников увеличилось на 30%. Рост прогнозируют и в этом году. Продолжение следует...